Друзья, всем огромный привет! Сегодня я буду солить огурцы по рецепту моей бабушки. Этим способом она солила огурцы всю свою жизнь. Рецепт очень простой. Огурчики получаются хрустящие и очень вкусные. Пошли готовить! Итак, солить огурцы будем в банках горячим способом. Количество ингредиентов рассчитано на 2-3-х метровые банки. Для начала нужно хорошо, хорошенько промыть огурцы под проточной водой. Огурцы желательно выбирать не слишком крупные, чтобы поместились в банку и не имели крупных семян внутри. У меня где-то длиной 12 см, хотя это не принципиально. Всю зелень, в моем случае, это зонтики укропа, листья смородины и хрена тоже нужно тщательно вымыть. Можно использовать любого листья, вишни, в общем, что у вас есть. И, соответственно, очищаем чеснок. Далее наливаем в кастрюлю 3 литра воды, засыпаем туда соль. Примерно 1 стакан доверху, но не с горкой. Я использую крупную каменную соль, где-то 250 грамм. Вот такую вот. Ставим на огонь и доводим до кипения, периодически помешивая. Этого рассола хватит на 2-3 литровые банки. Тем временем промываем банки теплой водой. Стерилизовать их не нужно. И не переживайте, огурцы хорошо стоят всю зиму. Проверено не один раз. Теперь на дно банок кладем, порезанную на несколько частей, ветку зонтиком укропа. И листья черной смородины. Также листья хрена, порезанные пополам. Дальше выкладываем вниз самые крупные огурцы. Следом слоем снова зелень и чеснок. Снова огурцы. И так плотно наполняем банку с огурцами до самого верха. Завершающим слоем выкладываем несколько веточек зелени и кусочек чеснока. Все это нужно утром попасть прям плотненько-плотненько. Как только рассол закипит, заливаем банки горячим рассолом. И закрываем банки полиэтиленовыми крышками. Но крышки предварительно нужно подержать в кипящей воде. У меня вот такие вот крышки. Если видно, написано перед закрыванием. Крышку подержать в кипящей воде не более 15 секунд. Кидаю ее в кипящую воду. Буквально 15 секунд и вытаскиваем. Перемещаем на банки. Банки я, кстати, ставлю на тарелку. Поскольку в процессе будет идти брожение и часть рассола будет выливаться. Все закрываем. Все готово. Храним в прохладном месте. И уже через 2-3 суток наслаждаемся хрустящими домашними огурчиками. Ну или зимой. Такие огурцы хранятся не один год. Рассол в банке с огурцами не мутнеет. К сожалению, готовые соленые огурцы мне вам не показать. Мы за зиму все слопали. Кушали с картошкой, варили солянку, клали в оливье. Но фото могу предоставить. Друзья, этот рецепт соленых огурцов номер 1 в нашей семье. Если он вам тоже понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях свои впечатления о рецепте. Можете какой-то свой выложить рецепт. А я вам желаю всего наилучшего. И всем пока!